Всем привет! Сегодняшний разговор посвящаю тому, как мы можем через несколько простых шагов завершить для себя любую ситуацию, в которой осталась какая-то недосказанность, есть какие-то переживания, которыми непонятно что делать, если вы выигрыши и вроде как все в порядке, осталось какое-то ожидание со стороны другого человека или группы людей, с которой вы работаете, находитесь в каких-то заговоренностях, или же осталось ощущение, что вы согласились с чем-то, с чем на самом деле не хотели соглашаться, незавершенность, в которую вы продолжаете вкладывать свои усилия, интеллектуальный ресурс продолжает туда уходить, потому что вы продолжаете это обдумывать, проигрывать снова и снова, гипотезы рассматривать, если вы формулируете свои цели достаточно четко, но никак не получая туда прийти, возможно вы не очень хорошо представляете, где вы находитесь. Процесс завершения в том числе позволяет разобраться с тем, где я сейчас, в каком я месте, в какой точке я нахожусь, вот в определенном проекте, в определенной своей задаче, в каких-то отношениях, в том, что я собиралась реализовать. Вот, итак, первым делом мы начинаем с осознания того, что за фон, что за чувства у меня присутствуют в отношении той или иной ситуации, или того или иного человека. И здесь пройти сквозь умозаключение выводы, оценки какие-то, хорошо это, плохо, или так, что за чувства, почему вообще эта ситуация меня, так сказать, не отпускает, что я испытываю здесь. Какое-то чувство страха, тревоги меня здесь сопровождает, или просто какая-то грусть, связанная с произошедшим или с непроизошедшим. Дальше, следующим шагом мы делаем для себя выбор. Мы выбираем, может быть, остаться в этом состоянии, ну окей, ну так есть, но это мне никак не будет мешать, и ничего я с этим делать не собираюсь. Нормально. Выбрали, поехали дальше. Либо вы выбираете какие-то действия, то есть вы действительно создаете для себя приверженность как-то с этим поработать и разобраться, пусть пока не ясно как. Если вы согласны с тем, что ощущения вас не вполне устраивают, но не чувствуете себя готовым что-либо делать в этом состоянии, как минимум вы видите, где вы находитесь. Да, не готов я с этим сейчас ничего не делать. Можно поставить себе точку, в которую вы планируете вернуться к этому разговору с собой, к этой разборке в отношении той или иной ситуации, когда вы вернетесь к тому, чтобы с этим что-то сделать. Если мы выбираем все-таки разобраться для себя с этой ситуацией, то мы переходим к следующему шагу, и следующим шагом мы тщательно и внимательно рассматриваем. В отношении чего или кого у нас вот эта вот повисла незавершенность, неприятный фон, какое-то чувство. В отношении чего или кого четко для себя формулируем, рассматриваем внимательно все обстоятельства всех участников этой ситуации, и потом смотрим, на чем мы все-таки основываемся. Если, например, мы говорим, что это чувство у меня присутствует в связи с разговором вот с этим человеком, который прошел как-то так, как не хотелось бы. И когда вы доходите до этого утверждения, вы дальше смотрите. Это утверждение, сколько здесь правды, насколько оно действительно твердое и фактическое. Или же это все-таки является оценкой, да, когда вы говорите, что это как-то не так, что это неправильно или неэффективно было сделано. Смотрите дальше, проводя эту оценку, на каких стандартах вы, все ли участники этой ситуации разделяют ваши стандарты, из чего они сформированы, то есть по какой шкале вообще вы измеряете, насколько это хорошо, плохо, эффективно, неэффективно, допустимо, недопустимо. Пытаемся добраться до сути, до состояния, в котором мы можем измерить объективно то, с чем мы имеем дело. Если это какая-то оценка, то оценка, которую мы тоже можем измерить по общим критериям с другими людьми, чтобы выйти из своего внутреннего разговора, который пока никуда нас не привел. Смотрим, если это утверждение действительно фактическое положение вещей, мы рассматриваем внимательно то, что от меня потребуется, чтобы как-то все-таки принять это положение вещей, перестать себя чувствовать так, как мне не доставляет радости в жизни. Если же вы понимаете в процессе этого рассмотрения, что то, что вы считали такой вот твердой правдой, а скорее все-таки умозаключением, происходит ли параллельно с этим какое-то изменение отношения к этой ситуации? Проясняется ли для вас то сложилась какая-то ненужная история, от которой вы легко можете сейчас отказаться? Проведя рассмотрение, возможно, вы увидите, что то, что вы считали причиной, причиной не является, а на самом деле ваши чувства и ваши неприятные ощущения, вот этой вот повисшей ситуации связаны с кем-то или с чем-то еще, что не было видно до того, как вы начали исследовать положение вещей, обстоятельства участников, ваши действия, чьи-то еще действия. Разобравшись с фактами, дойдя до сути происходящего, дальше составляем план действий. Что сейчас вы можете сделать? Возможно, отозвать какие-то свои обязательства. Вы пообещали кому-то что-то сделать, вы явно сейчас видите, что вы не готовы инвестировать, то, что от вас потребуется, чтобы это произошло. Возможно, что это отозвать какие-то обязательства, оговорить то, в чем вы больше не готовы участвовать. Если существует необходимость, какой-то новой возможности, каких-то новых действий, с кем конкретно вы сейчас можете об этом поговорить? Что вы можете предложить людям? Какую просьбу вы можете озвучить кому-то? Если вы увидели, что ваши действия или ваш разговор с другим человеком в прошлом привел к какому-то положению вещей, которые вас сейчас не очень устраивают, в отношении которого вы не можете оправиться, с кем вы хотите поговорить на эту тему? Возможно, принести извинения какому-то человеку? Возможно, если что-то для вас не очень благоприятно завершилось, то кого вы хотите это призвать к ответственности за какие-то действия или слова? Конкретный план действия, с кем, когда, что я планирую сделать? Составив план действий, мы переходим к следующему шагу. Действие. Проводим тот разговор, то действие языковое, речевое, которое мы заранее запланировали. И впоследствии, проделав все эти шаги, мы, наконец, для себя эту ситуацию завершаем. То есть мы еще раз рассматриваем в этих обстоятельствах, что для нас сейчас, как это все выглядит, и оцениваем, какие новые возможности теперь нам стали видны. Казалось, невозможно было общаться с каким-то конкретным человеком, или вы для себя, например, не видели возможности поучаствовать в каком-то интересном для вас деле. Или что сейчас после завершенности для вас открылось, что стало возможно. И в свете вот этих новых возможностей, что вы сейчас можете сделать. Дальше, следующим шагом. Какие разговоры провести, какие дать можно обещания, какие действия со своей стороны задекларировать, когда теперь эта ситуация для вас завершена, пространство расчищено, и можно действовать. Еще раз пройдусь. Мы начинаем всегда любое разбирательство с осознания, что для нас происходит, какое чувство, какой фон вообще у той ситуации, с которой что-то непонятно, что не так. Дальше, следующим шагом мы с вами делаем выбор. И, возможно, в каких-то ситуациях вы скажете, нет, я не готов сейчас в это вкладываться, не хочу я об этом даже думать, все. Ну, неприятно мне и неприятно. У меня есть другие дела поважнее сейчас. Либо вы выбираете, создаете в себе приверженность действительно с этим разобраться, вне зависимости от того, понимаете вы, как это будет выглядеть или нет. Выбор. Я выбираю с этим завершить уже для себя. Сделав этот выбор, мы переходим к рассмотрению уже более тщательному и внимательному в отношении кого или чего сложилось. Незавершенность, те неприятные переживания, которые нас продолжают сопровождать. Мы смотрим на то, сколько правды в том, что мы считали до этого правды. Если мы сделали какую-то оценку, то на основании чего мы эту оценку сделали. И видим для себя, получается ли у нас изменить отношения, когда мы более детально разбираемся с фактами, обстоятельствами. Следующим шагом мы составляем для себя план действий. Мы прикидываем с кем поговорить, что сделать, с какими своими обязательствами разобраться. И дальше действуем следующим шагом, понимая конкретно, какой срок мы поговорим, с кем или что мы конкретно сделаем. После того, как все уже шаги проделаны, мы завершаем для себя окончательно эту ситуацию. Какой новый фон у нас теперь в отношении этих обстоятельств. Я для себя эту ситуацию завершил, у меня все окей. Какие у меня открылись новые возможности для действий, и что сейчас в свете этих новых возможностей я собираюсь дальше предпринять. Часто бывает, например, в ситуации, когда мы заключим какую-то важную договоренность, продажу закрываем. Такое ощущение счастья. Потом очень быстро сменяется фоном того, что возможно, что человек на самом деле не очень счастлив. Да, я выиграл, но человек явно остался не до конца удовлетворенным. Как можно к этому вернуться? Что можно с этим сделать сейчас? Чтобы пространство для дальнейших взаимодействий, вообще для моих дальнейших действий было расчищено. В бытовых ситуациях я эмоционально среагировала на что, отказалась что-то делать. Посмотрите, что дальше. Вы хотите, чтобы это продолжало для вас висеть вот этим внутренним диалогом про то, что да я на самом деле имела право, я все сделала правильно почему-то. Хотите вы это прекратить? Вернуться к этому человеку и принести извинения за ваш эмоциональный порыв? И может быть создать какую-то новую возможность? Знаешь, вот это я не готова. Ну давай попробуем вот так. Очень много таких вот мелочных ситуаций, и не только мелочных, ситуаций, которые даже как-то позитивно окрашены, но если вы чувствуете, что другая сторона осталась как минимум с какими-то вопросами, а может быть с недовольствами, ощутите, какую силу вы можете приобрести, если вы к этому спокойно вернетесь и узнаете, как для человека все это приземлилось, с чем он остался, с чем она осталась после вашего взаимодействия, и что можно изменить. Это можно сделать своей практикой, а впоследствии привычкой. И вы увидите, насколько люди охотнее идут на взаимодействие с вами, насколько они себя увереннее чувствуют с вами, зная, что даже если что-то где-то пойдет не так, у вас достаточно силы и смелости всегда разобраться до того момента, когда и ту, и другую сторону все полностью устраивает. Большое спасибо за то, что вы все это прослушали и восприняли. Я вам желаю большей ясности. Приглашаю вас эти шаги опробовать в конкретных ситуациях и разговорах и при желании задать вопросы, поделиться тем, что стало возможно в комментариях под этим видео. Если вы это смотрите на YouTube, то подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы вам YouTube присылал напоминание о том, что можно посмотреть новые видео. Как скачать визуальные дополнения, которые вы можете сохранить к себе на телефон или распечатать, смотрите в описании под этим видео. До скорых новых встреч. Всем пока!